приветствую любители москвы вы смотрите передачи зеленые уголки москвы но и так получилось что как-то гуляя по разным паркам района тропарева никулина на западе москвы мы с вами как-то пропустили самый главный зеленый уголок вот если так можно сказать уголок то что на самом деле это такая большая территория тропаревского лесопарка ну просто знаете как бывают другие передачи там еще наслоение разные туда-сюда вот ну и в итоге как-то так вот и получилось давайте восполним этот пробел и рассмотрим последний уголок вот этого района тропарева никулина на западе москвы собственно этот тропаревский лесопарк видите такую достаточно большую территорию занимает почти необъятную давить такое море леса вот такой лесопарк да вот и конечно когда-то когда-то это было естественно обычный лес а никакой не лесопарк вот собственно этой территории занимал конечно значительную территорию естественно все это застроено не было когда-то еще да ну древние времена да да впрочем еще не и в не совсем уж древние вот ну а потом соответственно да и территория это кстати в общем-то ну скам так тут находилась неподалеку село тропарева отчего название тропаревский лесопарк вот где она находилась да это на самом деле довольно легко установить все дело в том что здесь находится храм вот эту проходите тропаревская улица названная понятно поселу тропарева и вот видите прямо на этой улице на перещине вот этой улице и проспекта вернадск видите написано церковь архангела михаила в тропареве вот эта церковь как раз вот именно здесь как раз да то есть эта церковь она была сельская и вот именно здесь как раз ну рядом да вот с этой церковью неподалеку здесь вот находилась как раз село тропарева вот ну понятно что она находилась прям не в лесу, конечно, вот, но вырубили тоже лес для него, и тут была деревянная застройка, находилась довольно долгое время, но официально село вошло в состав Москвы, Тропарёва, да, и вообще вот эта вся территория, на которой сейчас находится район Тропарёва-Никулина в 1060 году, ну, а фактически застройка этой территории, она началась значительно позже, в основном в 80-е годы, вот, а до этого здесь ещё, в общем-то, преобладала деревянная застройка, сохранялась ещё сельская застройка, ну, и, собственно, церковь, да, ещё бывшая сельская, ну, а теперь обычная приходская городская церковь, Михаила-Архангельская, да, вот, в бывшем селе Тропарёва, в Москву, ну, вот, ну, и, соответственно, вот то, что мы здесь видим, вот эти вот жилые микрорайоны, они, конечно, во много были тоже построены на месте леса, то есть вырубали лес, ну, как обычно это и бывает, для того, чтобы построить жилые дома, как правило, они строятся не в безвоздушном пространстве, вот, а, понятно, строятся они, конечно, в основном на территории бывшего леса, ну, отчасти полей, да, каких-то болот, но в основном всё-таки на лесной территории, поэтому, ну, вот, значительную часть леса вырубили, но, однако, всё-таки, до сих пор остался довольно большой кусок этого, так сказать, этой территории, бывшего большого леса, который, кстати, был долгое время монастырским, ну, когда-то принадлежал ещё одному из бояр, которого звали Иван Михайлович, а прозвищ у него был Тропарь, ну, потому что он хорошо пел вот в местном хоре, в сельской церкви вот этой вот, вот, ну, тогда она ещё, очевидно, была, конечно, не такого вида, как сейчас, ну, наверное, деревянная, может, даже была в его время, потому что жил он в конце ещё 15-го века, вот такой это Иван Михайлович Тропарь, вот, но это не фамилия Тропарь, это прозвище, вот, ну, вот, такой был человек, который пел хорошо, а в церкви там же есть Тропарь и Кондаки, то есть это церковные песнопения, да, ну, как вот, сказать, такие, как вот, допустим, если взять аналогию со светскими там песнями, да, то это вот, можно сказать, ну, как такие вот припевы там песен, да, вот такие главные слова, что ли, песен, вот, ну, в каждой песне обычно же есть припевы, да, ну, вот, если так вот взять по аналогии, то, скажем так, Тропаривцы в церкви, это вот типа припевы в каких-нибудь песнях, да, светских, допустим, ну, что-то такое подобное, то есть такая, как бы, главная песня того или иного церковного дня, церковных праздников и так далее. Называется Тропари. Вот. И, значит, вот так вот. И ему принадлежал в том числе село вот это Тропарё. И его село назвало в честь Тропарёва. Ну как-то так вот. Такое вот интересное название. Она в честь прозвища, да, в честь прозвища, так сказать, боярина, одного из бояр, который здесь пел в этой церкви. Ну, по сути, такое как бы церковное название, да, Тропарёва, и действительно названо именно по Тропарёву. Просто еще давно по Тропарю. Ну вот, а потом долгое время это вот имение, ну, где-то со времен Ивана Грозного, да, то есть, получается, где-то около 200 лет эта территория принадлежала на воде еще в монастырю. И в том числе вот эта вот лесная территория, то есть, этот лес, он фактически тоже им владела и земля, там, да, и леса. Ну, тогда монастыри большие имели землевладение, вот владел этот на воде еще в монастырь. И здесь даже был монастырский сад, то есть, на части территории леса, ну, не весь лес, конечно, а на части территории леса сделали монастырский сад. Ну, очевидно, та часть, которая прилегала вот к церкви, да, ну, может быть, где-то поблизости находилась. Вот, а потом уже Екатерина II, которая, как вы знаете, наверное, вела борьбу с церковью, да, ну, нельзя сказать, что она, как бы, сказать, была человеком, нет, она была человеком православным, ну, по крайней мере, себя считала таковой, да, там, православность ее можно, конечно, говорить довольно долго, и там, ну, скажем так, ее образ как-то не очень хорошо сочетается с православием, ну, они любовники еще стоят, ну, ладно, это как бы, кто без греха, понятно, ну, и в целом, ладно, будем считать, что, по крайней мере, так сказать, официально человека нам было православным, да. Вот, но она боролась, прежде всего, с монашеством, понимаете, не то, что прям с церковью, да, а в основном, ну, так же, как и Петр I в какой-то, в каком-то смысле, ее предшественник, да, он тоже боролся не столько с церковью, сколько с монашеством. Ну, с церковью, отчасти, тоже со всякими там землевладениями, там, да, с излишними, там, какими-то такими бога самооблачениями, там, ну, короче, со всякими излишествами, скажем так, да, церковными. Вот, ну, и она тоже вот во много земель отняла у монастырей, но в том числе вот отняла ту землю и у Новодевича монастыря, и с тех пор эти земли стали государственными. Вот, она, отошли в коллегию экономии, так называемую, да, которая, собственно говоря, была государственной организацией того времени, конца XVIII века. Так что вот. Ну, и, собственно говоря, вот, как-то вот так вот этот с тех пор лесопарк, вот этот вот, он, в общем-то, и идет, да. Ну, понятно, еще раз повторюсь, что он тогда во времена, там, Екатерина, там, уж тебе было Ивана Грозного, он, конечно, был больше, ну, и какую-то часть тут небольшую занимал, собственно, село Тропарево. То есть была какая-то такая жилая часть, деревянные дома там, естественно, с присадебными участками, и все такая территория. Ну, а вокруг все было окружено, собственно, лесом. Естественно, никаких этих улиц, конечно, не было, ни Тропаревский, и, конечно, там не Академика Анохина, ну, понятно, они уж тем более там Лейского проспекта, ну, были какие-то дороги, там, Боровская там дорога была, Калужская дорога, вот этот, да, там Лейский проспект. Ну, да. Ну, они, во-первых, были во многом грунтовые, только потом уже они стали мощенными. Ну, во-вторых, соответственно, они, конечно, не были такими широкими. Да, это были небольшие дорожки, там, буквально такие, как бы, просеки в лесу, ну, по которым, собственно, осуществлялось движение, там, вот, в разные другие города. Из Москвы в разные другие города. А вокруг все было в лесу. Ну, потом потихонечку стала идти вырубка. Ну, а вот эта часть лесопарка, она, собственно, сохранилась. А видите, по другой стороне, это Теплостанский лесопарк. Видите, тоже такая большая часть. Это был такой большой, огромный лес, всю территорию занимал. Ну, а от него сейчас остались только части. Вот это часть Теплостанский лесопарк. Ну, а рассматривая нами, называется Тропаревский лесопарк. Ну, вот. Часть большого такого лесного массива. Значит, создавать из нее... Ну, и, собственно говоря, в этом лесу, понятно, народ, конечно, нагулял. Но какой народ? В основном подмосковный, там, из Москвы приезжали там гулять и так далее. То есть, это был такой не лесопарк, еще раз повторюсь. Это был настоящий лес. Настоящий лес. И, собственно, лесом он был, ну, до того, как территория не вошла в состав Москвы. Вот это был лес. То есть, до 1960 года. Ну, если быть точнее, до 1961 года. Почему именно до 1961 года? Потому что в 1961 году здесь стали создавать парк. Парк, да? Имени 22-го съезда КПСС. Который, собственно, тогда проходил, да, в 1961 году. Вот. Ну, вот такое название достаточно необычное. Но дело все в том, что в советское время там все эти съезды, они очень уважались, почитались. Там сколько было? 27-28 съездов, да, вроде КПСС. Вот. Ну, и они так, знаете, это прям были такими вехами, как бы, по пути к коммунизму, да. И, в общем, они, скажем так, в их честь там называли там и улицы всякие, там уж тем более парки, там разные места и так далее, да. И как-то отмечали. Всячески торжественно там такие демонстрации проходили. Ну, и все такое. Ну, и здесь, ну, конечно, не во всем этом лесу, да, а на части этого леса, который примыкает к улице Академика Анохина, то есть вот примерно вот на этой территории, вот эта вот территория, между улицей Академика Анохина и Ленинским проспектом, вот эта вот территория, заложили здесь парк. Имени 22-го съезда КПСС, который, вообще говоря, хотели сделать очень таким помпезным, да, таким торжественным, помпезным, с центральной площадью, вот, а рядом, вот, ну, центральная площадь, это как бы, так сказать, вот, ну, типа РСФСР, да, и вообще символ, скажем так, всей страны, а вокруг там вот территория остальных, там, 14, да, союзных республик или там 15, вот. Вот, ну, в общем, скажем так, к этой как бы центральной площади, да, вот, к ней должны были примыкать еще площади, там, других союзных республик, вот, и все это должно быть довольно красиво, там, да, хотели создать каскад прудов, там, такие аллеи, там, создали из разных видов деревьев и так далее. Ну, в общем, все это, конечно, должно было быть очень так красиво, торжественно, круто, да, так сказать, вот, ну, под стать, так сказать, вот, величию Советского Союза, там, так далее, вот, и тем более его будущему как-то, да, на его предполагали и так далее. Ну, да, и по этому случаю писали в газетах, что здесь посадили там чуть ли не 40 тысяч деревьев, ну, я не знаю, как можно посадить 40 тысяч деревьев, честно говоря, очень сомневаюсь, что столько прям посадили, ну, во-первых, зачем сажать, если тут и так лес, а во-вторых, ну, 40 тысяч, это, конечно, вот, ну, ладно, ну, короче, посадили какое-то количество деревьев, там, даже новых, молодых, да, помимо того, что имелись, там, специально для парка, для этого, но в итоге как-то все это закончилось, в общем-то, пшиком во многом, да, ну, не совсем, но в защитной степени, то есть в итоге сделали только центральную аллею, которая сейчас называется аллеей пяти дубов, я не знаю, здесь на карте она показана, нет, вот центральная аллея, да, а, вот она, вот, это аллея пяти дубов, вот она, вот это как бы пять дубов, вот, пять дубов, значит, вот это вот аллея, и создали, одну только создали, вот эту, ну, как бы центральную площадь, Это не аллея, это площадь. Центральная площадь называется Пять дубов. Площадь Пяти дубов. И видите, от нее отходит яблоневая аллея, березовая, лиственничная, еще глиновая вроде есть, тополевая, ну и так далее. Соответственно, тем деревьям, которые здесь именно тогда посадили, как раз в 61 году. Но вот рядом с этой площадью Пяти дубов, которая сейчас называется, хотели сделать центральную площадь. Хотели вот здесь еще рядышком сделать еще площади, соответственно, 15 республикам. Но в итоге их не создали. То есть создали вот эту одну площадь и вот эти аллеи. Ну и все, собственно, больше ничего. Ну, клиновая вот видите идет. А другие площади не создали. Ну и также не создали каскад прудов, ну и всякие другие такие вот подобные такие задумки, которые тогда вот в 61 году были запланированы. Так что как-то вот этот план, он практически остался, ну, почти нереализованным. Немножко только удалось, но и то так. Частично. Не знаю, с чем это было связано. Сложно сказать. Но вот как-то так вот, так сказать. Потому что этот парк, его можно найти во многих справочниках, путеводителях советского времени. Ну, сейчас, конечно, понятно, что уже в нынешних справочниках, конечно, такого парка не найдется. Потому что уже такого парка, собственно говоря, и нету, по сути дела. Вот. А тогда вот в советское время этот парк, он был известен и, так сказать, не только как досуговое место для жителей, так сказать, вот местных, да, но и, соответственно, и вообще для всех москвичей и гостей столицы даже. Ну, по крайней мере, жители Подмосковья рекомендовали сюда приходить, этот парк посещать и так далее, тем более с таким названием. Вот. Это считалось очень патриотично и очень хорошо. Можно было тут отдохнуть и так далее. Так что вот такой вот был парк. Ну, вот, по сути дела, во многом неудавшийся, да, такой проект, который только чуть-чуть начали реализовывать. Ну, и, собственно говоря, вот в таком виде, собственно, все это осталось во многом, ну, в каком-то смысле до настоящего, ну, даже не совсем до настоящего, все-таки, давайте быть поточнее, это примерно было до времен Лужкова. А если быть точнее, до 2006-2007 годов, вот до этих времен. То есть, ну, по сути дела, в общем-то, грубо говоря, лет 15 назад, вот в таком виде. Почему? Потому что в 2006-2007 годах была проведена, так называемая благоустройство этого парка. Ну, или лесопарка, давайте быть точнее, да. То есть, вот это вот территория достаточно большой, которая идет, вот, видите, лесопарк между Тропаревской улицей, улицей Академика Анохина, Ленинским проспектом и Кольцевой дорогой, Катом, да. Вот, ну, здесь вот граница этого Стряковского кладбища, верхняя граница, да. Ну, и дальше туда, вот, идет до Стряковского шоссе, вот оно Стряковское. Здесь уже этот вот парк точно заканчивается. Ну, здесь, как бы, такая, видите, идет, как бы, неблагоустроенная территория. То есть, эта территория надеялась на благоустроенную, вот эта вот территория, да, и неблагоустроенную, но это вот это, и вот это вот, да, частично территорию около кладбища, вот эта часть. Так что, вот это, вот это тоже. А здесь вот именно благоустроено вот это, примыкающее к улицам Тропаревская, Академика Анохина, Ленинскому проспекту. Ну вот, это как бы так. И здесь вот тогда возникли детские спортивные площадки, тогда появились всякие там асфальтированные дорожки, там вот сделали всё, так сказать, да, то есть вот эти все скамейки новые там поставили, да, ну то есть вот это всё, всё сделали так, как примерно вот делают. Ну не как сейчас, конечно, так по-варварски, конечно, при Лужкове всё-таки не делали благоустройство так называемое, да, всяких разных там лесопарков и так далее. Сейчас это просто делают с ужасными способами, когда там какая-то техника, когда практически всё там выворачивается наизнанку, там вообще техника по страшному работает, всё гудит, шумит, распугивает там всё живое, да, и так далее. Ну тогда при Лужкове всё-таки надо отдать должное такого всё-таки практически не было, да. Ну да, были, но всё-таки как-то щадящим относились к этому делу. Ну, по крайней мере, не сравнить с тем, что сейчас. Но в любом случае территорию, конечно, здесь уже вот довольно сильно всё как-то перепланировали, перестроили. Хотя, конечно, основные, в общем-то, части, они как были со времён там парка 22-го съезда, так, в общем-то, они и остались. Ну а в 2010 году вот здесь был создан так называемый природный заказник Тропарёвский. Вот. И, собственно, ну то есть особо охраняемая природная территория. И такова эта территория, вот эта вся территория, она является, ну, по сути, до настоящего времени. Вот. Ну, видите, называют ещё Тропарёвский лесопарк официально. Да, ну вот есть карта Яндекса, смотри, то, как видим, здесь написано Тропарёвский лесопарк. Ну, а так, в принципе, официально это называется природный заказник Тропарёвский. Ну, по сути дела, это как бы чтоб лоб, чтоб лоб, но мне даже больше нравится название Тропарёвский лесопарк. Мне кажется, оно как-то более правильное, чем какой-то там заказник природный. Вот. Вот эта территория, ну, может показать, а что это такое белое? Да, это здесь, ну, как бы такая секретная территория, она сейчас как бы официально принадлежит МЧС, да, какой-то там пожарной службе. Ну, по сути, здесь проходит внизу метро-2, то есть, эта территория связана с обслуживанием как бы секретного метро. Секретного метро, то есть, такого правительственного метро, там оно проходит под землёй. Ну, где-то здесь, вот в этой территории, да, то есть, там что-то связано с обслуживанием. Поэтому всегда эта территория была такая довольно секретная. Ну, тут как бы была официальная, как бы, лаборатория каких-то измерений, там, испытаний. Ну, это официально, это как бы так, для прикрытия, да, для отвода глаз. А на самом деле, ну, метрополитена, да. А, по сути дела, здесь какие-то там идут свои работы, ну, какие-то разные там, и так, связанные именно с этим. Так что, ну, она, видите, небольшая совсем территория, поэтому, по сути дела, делать здесь нечего. И, конечно, на гулянии она никак не сказывается. Да, здесь протекает речка Очаковка. А куда она протекает? Она течёт отсюда, то есть, у неё исток находится в Тёплом Стане, около метро Тёплый Стан, вот здесь вот, около метро Провсоюзная, вот, в виде ручейка такого, как, видите, уже речка Очаковка. А дальше она течёт в речку Раменку. Она течёт в Раменку, куда она впадает в Раменку, это приток Раменки. Дальше она вот здесь течёт, 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 это Очаковка. Видите, Очаковские пруды, где мы тоже гуляли, вот. Ну, они уже находятся, вот это уже район Очаково-Матвейска, естественно. И дальше вот эта вот, она вот течёт, 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 вот она течёт, 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 вот, и вот она в раменку здесь впадает, да, вот она, Очаковка, и вот здесь она уже впадает в раменку, речку, да. Вот, значит, поэтому, вот, и, соответственно, кроме этой, соответственно, Очаковки, тут находится ещё её приток, вот, это речка Очаковки. И вот он, видите, приток, северный приток. Такой тоже ручеечек такой маленький. Вот она, Очаковка течёт. А Очаковка, она протекает параллельно фактически Тропарёвской улице. Вот Тропарёвская. И рядом с ней прямо вот спуск идёт, там речка Очаковка. А тут, видите, от неё отходит тоже по лесопарку, протекает ещё вот и... Тоже вот, ну, фактически безымянный приток. Вот это речка Очаковка, как бы такой северный приток. Вот. Ну, тут же есть вот экологическая тропа. тут же есть также кольцевая аллея, тут другие аллеи, ну, короче говоря, вот как, в принципе, и во многих других лесопарках, так что в этом смысле здесь всё более-менее понятно, надеюсь, да, вот, ну и, собственно, что ещё сказать, что ещё сказать, я уже говорил, да, это как бы благоустроенная часть, это неблагоустроенный небольшой такой тоже отрезочек, так что если хотите такого очень уединённого отдыха, здесь почти нет людей, хотя, конечно, бывает, но не так, как здесь, вот, то идите сюда, вот, здесь много скамеек, есть детские спортивные площадки, их не так много, но они есть в этом лесопарке, есть освещение, тоже не везде, но в целом на основных есть, есть твёрдое покрытие, вот, но есть и грунтовое покрытие, разные покрытия, так что в этом смысле через речку и очаковку есть несколько мостиков, так что без проблем можно всё это перейти, тоже такие деревянные мостики, вот, беседки тоже встречаются, так что эти все элементы они есть, ну, много разных растений, около 400 видов примерно в этом лесопарке, можно встретить, в том числе, занесённую Красную книгу, много животных, естественно, тоже, ну и слава богу, слава богу, пока этот парк ещё не подвергся, не подвергся собянинскому благоустройству, но, 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 долго ли ему осталось, к сожалению, боюсь, что всё может поменяться, если политика продолжится та же самая, его может быть активно та же участь, что и Кусковский лесопарк, и Покровская-Стрешнева, и, соответственно, Битсу, да, которую сейчас фактически уничтожают, уничтожают именно как, именно как лесопарки, да, то есть там очень большие, серьёзные, страшные работы проходят, реально страшные, в чём вы можете убедиться совершенно легко, да, оказавшись в одном из этих лесопарков, вот, так что вполне следующая жертва может быть именно Тропарёвский лесопарк, но, слава богу, пока там никаких работ не проводится, по крайней мере, существенных, ну, может быть, какие-то минимальные что-то есть, там где-то что-то, а то, что там, знаете, постоянно детские площадки то появляются, то их ликвидируют, то их делают новые, там, ну, плитку там перекладывают, то есть, ну, какие-то работы, они, конечно, всё равно немножко и есть, но это всё-таки работы такие минимальные, а в основном всё-таки, слава богу, пока этот лесопарк как-то держится, да. Ну, теперь давайте вот немножко посмотрим несколько, некоторые картинки с этого Тропарёвского лесопарка, чтобы как-то было более наглядно, ну, вот, например, давайте посмотрим со стороны вот, вот этой Тропарёвской улицы, собственно говоря, ну, вот, видите, по одной стороне жилые дома, построены в 80-е годы, а по другой стороне всю другую сторону, фактически, этой улицы, ну, почти на всём протяжении занимает вот этот массив. Тропарёвского лесопарка. Вот тут идёт спуск, вот, и вот эта речка Чаховка, очень грязная, очень грязная просто, вот, видите, скамеек полно, так что без проблем найдёте себе место, если захотите, да, народу здесь, народ здесь всегда есть, потому что вокруг жилые дома, и это любимое место отдыха, естественно, местных жителей преимущественно, ну, и вообще, кто живёт в районе Тропарёва-Никулина, ну, особенно, конечно, тех, кто рядом живёт, вот, в окрестных микрорайонах, ну, и, да, к тому же сюда ещё и приезжают, потому что всё-таки это территория не только районного значения, но и городского. Вот. Вот так выглядит Тропарёвская улица, тут много 17-этажных домов, вот такие дома, очень много, очень такие многоквартирные, многосекционные, вот такие, вот такие, это 16-этажные дома, ну, в общем, вполне стандартные. И здесь такой небольшой, как бы, спуск, вот, видите, такой, как Баврак, потому что там речка Чаховка протекает, поэтому тут идёт, как бы, такой спуск, можно спуститься здесь, но там ещё лесенка есть, видите, лесенка, так что их несколько, то можно спуститься здесь, можно в других местах этой улицы, ну, проблем нет. Вот такие мосточки деревянные, видите, они тут разбросаны по всей той же территории парка, поэтому перейти, вот такая мутная, очень мутная река, уток полно, поэтому, ну, купаться здесь, это, я не знаю, это просто заработать себе какое-то заболевание и так далее, здесь, по-моему, люди не купаются, но если только очень много выпить, тогда уже, может, и можно, а так, конечно, в такую воду, даже в жаркую погоду лезть, это очень, конечно, опасно, реально опасно для здоровья, ну, собственно, люди этого, я думаю, не делают. Ну, не знаю, может, случаи какие-то бывают, но, ну, вот уже, что-то, я не знаю, от чего, может, какой-то старый, там, какая-то переправа была, трудно сказать, типа водопада даже небольшого. Ну, и, как видите, очень много разных дорожек и тут, и там, то есть, они расходятся, есть народный тропок подополна просто, по деревьями, там везде проложено, поэтому, если любите гулять по такому естественному грунтовому покрытию, без проблем, здесь без проблем, то есть, не обязательно гулять именно по тротуарам, можно и по народным тропкам, да. Ну, и заблудиться здесь тоже, конечно, можно, все-таки не забывайте, это именно лесопарк, причем, как видите, достаточно большой, но все-таки, если держаться тропиночек, и уж совсем там куда-то не углубляться, особенно в сторону, там, востряковского кладбища, там, ну, и там, где все, как бы, территория такая менее, что ли, оккультуренная, то, я думаю, что заблудиться не так сложно. Вот такие вот беседки, можно найти скамейки, в принципе, довольно много таких хороших, удобных скамеек для отдыха, деревянные, со спинками, с урнами, так что можно здесь и перекусить. Да, но единственное, скажу, что здесь практически нет торговых точек, вот, в Тропаревском лесопарке, ну, оно, я думаю, к лучшему, потому что, сами понимаете, там, где торговые точки, во что сейчас хотят превратить тоже Кускова, да, фактически, в такой, как бы, чуть ли не ресторанный дворик, да, там, создать и все такое, то есть, это, ну, сами понимаете, где, соответственно, все эти торговые точки, там компании, там мусорят, там свалки, там все такое, то есть, это все, ну, не на пользу природе и такому полноценному отдыху, то есть, поэтому, естественно, что, ну, я лично противник того, чтобы вот в лесопарках делали какие-то торговые точки, может быть, там по границам лесопарка, да, где не в самом непосредственно внутри, да, а где-то по границам, ну, это, 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 в принципе, нормально, но когда уже в самом лесопарке делают, ну, это неправильно, на мой взгляд, вот, ну, если, может, какие-то уж такие совсем небольшие, такие, знаете, типа, там, мороженое, там, да, вот, ну, такие передвижные, да, когда вот приезжают, ну, в принципе, там, прохладить напитки мороженое, да, Ну, вот в таком плане. Ну, наверное, это может быть и можно, особенно в летний период, понятно. Вот, видите, так вот дома смотрятся с другого берега. Речки Очаковки, да, перейдя по мостику можно видеть. Видите, довольно много зарослей, естественно, слава богу, насаждений здесь сохранилось вот в этом лесопарке. Такие вот мосточки деревянные тоже довольно красивые. Ну, вот видите, одна из детских площадок, допустим, да. Ну, а за мной физкультурная, то есть тут такие, видите, лесенки, где дети могут лазить. Ну, взрослые там подтягиваются на разных турниках, так что такая вот площадка. Ну, вот один из мостиков. Такой вот, видите, вот такие тоже попадаются беседки. Ну, вот такая вот речка Очаковка, совсем не глубокая и очень грязная. Вот такая речка. Ну, вот такой живописный вид, как будто вы находитесь прямо где-то вот в Подмосковье, что ли, да, такое вот, что-то такое. Да, такие заливы тоже бывают. Кстати, тут, на самом деле, несмотря на то, что прудов там хотели создать целый каскад, да, на речке, я уже говорил об этом, когда создавали парк 22-го съезда КПСС, но на самом деле пруды, в принципе, здесь на Очаковке есть. Но они такого, конечно, еще старые пруды, в принципе, они не имеют отношения к парку 22-го съезда. Находятся они, сейчас давайте посмотрим даже по карте. Вот, видите, это здесь вот парк, а пруды, вот они, вот пруд, вот пруд, это Востряковский, большой Востряковский. А вот на Очаковке тоже, видите, вот эти вот как бы утолщения такие, это тоже пруды, вот можно увеличить, да, вот они, видите, тоже. Здесь, вот здесь вот как бы такие вот утолщения, то есть какие-то такие вот небольшие как бы заводи, прудики такие, вот небольшой прудик есть, да, тоже вот, пожалуйста, можно увидеть. Вот здесь, как он называется, Пашковский пруд. Ну, Пашковский, ближе к кладбищу. А вот ещё один пруд тоже здесь. Так что пруды, в принципе, есть. Не знаю, правда, с какой целью их создавали здесь, на речке, и когда это было сделано, когда эти пруды появились. Но, в общем, пруды есть, так что они, конечно, добавляют живописности этому парку, безусловно, чтобы не просто там речка протекает, а ещё и пруды такие. Так что на них тоже можно отдохнуть. Ну, много, видите, всяких деревянных таких вот прудов. Вот, видите, освещение стоит, пожалуйста, мачт, освещение. Такие вот, видите, как бы аллеи есть разные. Ну, вот, видите, так вот смотрится это со стороны Тропарёвской улицы. Выглядит со стороны проезжей части, как будто это прям лес сплошной. Как будто бы там просто одни деревья, деревья, деревья. Ну, и спускаешься, уже видно, что не только лес, но и разные, так сказать, другие дорожки уже оккультурены на несколько территорий. А вот это так называемая неблагоустроенная часть, вот если, чтобы просто не голословить, да, а показать наглядно, что такое, что из себя представляет неблагоустроенная часть, которая находится, ну, я уже говорил, да, вот ближе к Востряковскому шоссе. Вот здесь вот, видите, Востряковское шоссе проходит. То есть, тогда, если вы хотите сюда, ну, во-первых, можно пройти Стропарёвской, конечно, там через мостики, и вот дальше сюда совершенно спокойно можно пройти. Ну, или можно прямо с Востряковского шоссе, в принципе, вот посетить. Вот этот парк школьников, помните, мы с вами здесь бывали, тоже с Очаковскими прудами, тоже на речке Очаковки он. Вот, и, соответственно, по другой стороне Снегулинская улица можно зайти, вот тоже с Востряковского. Вот эта территория, вот эта часть, да, это вот так называемая неблагоустроенная территория, да. И здесь, вы видите, в чём, что значит неблагоустроенная? Значит, то, что здесь нету твёрдого покрытия, здесь нет скамеек, вообще нет скамеек, да. Здесь нет никаких детских спортивных площадок, никаких беседок, никаких мосточков. То есть, эта территория, она просто, ну, скажем так, естественная. Вот та, которая, она вот была, ну, наверное, испокон веков. Ну, только немножечко, скажем так, вот здесь вот просто народные трубки, да. Их тут, в принципе, довольно много, и вот можно так вот гулять, видите, такой тоже прудик здесь попадается. Вот, заросли, тут прям полно бурьяна, всё прям заросшее, иногда трава чуть не в рост человека. То есть, реально очень много таких вот куртин, деревьев такие грубки вот идут. Вот, видите, там здание на Востряковском шоссе. Вот, тоже такой прудик, которому не подойти очень с грязной водой, но зато такая естественная территория. Ну, вот ещё вот такие берёзки растут. Вот, поэтому, ну вот, если хотите такого вот, ну, можно сказать, полноценного отдыха, то, пожалуйста, вам, наверное, всё больше сюда, потому что здесь действительно народу немного. В общем-то, ну, понятно, что бывает, но всё-таки немного. Но единственное здесь в чём момент, что здесь вообще нет скамеек. Вообще нет скамеек. То есть, если там, наоборот, их дополна, там можно, так сказать, найти без проблем, в принципе. Вот, то здесь их вообще нету, да, поэтому, ну, сами понимаете, если захочется присесть только на землю, на какой-нибудь там бугорочек, поэтому готовьте тогда какие-нибудь принадлежности для отдыха и так далее. Вот. Ну, а так походить, конечно, можно. Ну, вот, видите, тут из гранитной крошки сделали уже. Ну, это уже ближе к Тропарёвской улице. Такая вот территория. Ну, такая большая даже, естественно, тропинка с небольшими вкраплениями. Там вот гранитной крошки, которая, как я уже много раз говорил, она быстро растаскивается. Такое недолговечное покрытие. Ну, вот здесь вот такие даже гаражи, какой-то недострою тут. Вот, в общем, вот так вот. Поэтому, ну, вот такая территория, соответственно, ну, можно здесь погулять. Прямо практически, как будто вы действительно реально находитесь под Москвой. Потому что здесь всё-таки уже сильно урбанизированная территория, да. Вот. А здесь это действительно такая она, очень сильно естественная напротив. Мало, мало, скажем так, испоганенная, скажем, человеком. Или, как говорят, оккультуренная, да. Ну, тут по-разному говорят испоганенная, оккультуренная. Можно говорить, по-разному смотрятся, так сказать. Кто говорит. Вот. Ну, ладно. Нет, ну, вмешательство в природу, оно вполне допустимо. Только оно, конечно, должно быть совершенно не таким, как сейчас происходит, да. А должно быть очень деликатным. И всё. И всё будет тогда хорошо и здорово. Ну, вот, наверное, в принципе, то, что хотел сказать. В основные какие-то моменты об этом Тропарёвском лесопарке. Естественно, что пока сами не пойдёте, не узнаете. Ну, вот, рассказать как-то немножко, да, парки я бы, в принципе, считал необходимым. Да, это в рамках тем более цикла наших передач по зелёным уголкам Москвы. Вот. Ну, и, естественно, что захотите почитать об этом парке. Много написано. Так что информацию, естественно, найдёте в интернете и в разных книжках. Вот. Ну, если что, ещё сюда вернёмся, если будет на этом необходимость. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok